Миллиарды долларов, а у Безоса этих миллиардов аж 135, это гарантия не только роскошной, но еще и крайне опасной жизнью. Особенно если миллиарды эти тратишь в том числе и на журналистику. Джефф Безос заработал свой баснословный капитал на интернет-торговле. Его онлайн-супермаркет Amazon подмял под себя мировой рынок книг, электронных устройств, музыки и массы других продуктов. Заработанные же в торговой сфере деньги миллиардер тратит на важные общественные проекты и на поддержание таких демократических институтов, как свободная пресса. Так именно ему принадлежит респектабельная американская газета Washington Post, в которой печатался саудовский журналист Хашоги, убитый в прошлом году в Стамбуле. Газета проводила собственное расследование этого преступления и в конце концов редакция объявила о возможной причастности Королевского дома Саудовской Аравии к убийству журналистов. Вскоре после публикации с указанием на монаршую семью, как на вероятных заказчиков расправы, появилась еще одна. В желтом американском издании Inquirer были напечатаны интимные фото Безоса и его любовницы, вероятнее всего сделанные им на его собственный телефон. За несколько часов до этой публикации от миллиардера ушла жена, которой, вероятно, сотрудники Inquirer заранее показали фото. Вскоре после этого скандала Безос взялся за расследование того, каким образом его личные фото оказались в распоряжении бульварной газеты. Длившееся несколько месяцев расследование завершилось буквально пару дней назад и проводивший его частный детектив Гевин Дебеккер пришел к выводу, что электронные устройства его нанимателя были взломаны хорошо оснащенными и подготовленными хакерами. И детектив, и сам Безос считают, что хакеры эти были из Саудовской Аравии. Вообще история там крайне запутанная и сложная, все ее перипетии описывать не имеет смысла, но в конце концов детектив установил, что это были не просто какие-то саудовские хакеры, а люди, действовавшие по приказу властей королевства. Причем кражи личных фото и переписок были лишь частью кампаний по дискредитации Джеффа Безоса. Детектив Дебеккер уверяет, что королевская семья стояла за организацией нескольких бойкотов Амазон и рядом других действий, преследовавших цель подорвать репутацию миллиардера или навредить его бизнесу. Никаких доказательств прямого участия короля или принцев в этих действиях детектив не опубликовал, но заявил, что эти доказательства уже переданы американским властям и те проведут свое уже официальное расследование. И вот если оно подтвердит причастность Дома Саудов к краже личных данных, то тогда можно с полной уверенностью сказать, что в современном мире очень важный прежде институт персональной репутации превратился в пародию на самого себя. Теперь уже не важно, насколько гадким и низким выглядишь лично ты. Важно, чтобы твой соперник выглядел еще гаже и еще ниже. А современные технологии, интернет и мобильные телефоны, придуманные когда-то как средства, способные приобщить человека к чему-то великому и светлому, стали главными инструментами поливания оппонента грязью.